Спасибо, что включил с тобой, Герасёв, и сегодня ты увидишь, как я лицом к лицу встречу с Кингом, и чьё лицо после этой встречи превратится в настоящую кашу. А я напомню, что в предыдущих видео со мной на связь вышла мама Егория, и эта, на первый взгляд, милая женщина предложила мне встретиться, чтобы порешать все наши проблемы мирным путём. Вы мама Егора, Елена Ивановна. Нам надо урегулировать эту ситуацию, проблемы у моего сына, проблемы у моего мужа, я готова встретиться, готова покрыть, может быть, какие-то финансовые расходы. Но, милый, эта женщина была лишь на первый взгляд, и как только мы с ней встретились, я очень быстро увидел её истинное лицо. Несмотря на все наши договорённости по телефону, она сразу же при встрече выдвинула мне совсем другие условия сделки. А когда я отказался их выполнять, эта тварь начала мне открыто угрожать, а потом и вовсе перешла от слов к делу. Мне нужно понимание, кто такой Кинг. Я вам всё расскажу. Пожалуйста, заберите заявление. Давайте, я заберу заявление. Хорошо. Рассказывайте. Нет. Вы хотите решить вопрос? Пожалуйста, давайте его решать. Всё, я вас поняла. Всё отсюда. Алексей, подойдите, пожалуйста, вот напротив коршевика. Какой Алексей? Какой Алексей? Вы что? Вы что творите? Я тебя обнимаю. Вы что обнимаю? Несмотря на их явное численное и физическое преимущество, нам всё-таки удалось оказать достойное сопротивление. После чего на какое-то время мама Егоре вообще пропала с наших радаров. И казалось бы, что всё, про неё уже можно забыть. Но на самом деле эта Мегера лишь выжидала время, чтобы нанести свой второй ответный удар. Александр Герасёв, это конченный постановщик. Этот человек больше не является мне ни другом, ни коллегой. Егорео, это постанова. Он в своих роликах умудрился затронуть честь очень одной многоуважаемой семьи. Конкретно я бы хотел извиниться перед семьёй Егора. Больше такого не повторится, и я не буду там больше сниматься. Многие из вас уже в курсе, что все эти так называемые видеоразоблачения пацанов заставило записать именно эту сволочь маме Егоре. Но тогда ещё даже я этого не знал. И поэтому могу сказать открыто, что в тот момент мои эмоции меня захлестнули. И моя первая реакция была очень неадекватной, что, к сожалению, привело к конфликту с моими друзьями. Ну нахуй это всё. О, ты нахуй! Доволь приходит, не к тебе, блядь! Я знаю, брат, деньги, но в курсе. Триста тысяч тебе, три бей тебе. Три харьи и шлюхи. Вы три проститутки продажные. Машина, я вас снимаю. Конечно же я сразу понимал, что в этой истории что-то не так. И все эти разоблачающие видео и эти скрины с переводами выглядят, мягко говоря, подозрительно. Поэтому уже тогда, на парковке, когда все эмоции подутихли, мы вместе с ребятами решаем досконально разобраться во всём произошедшем. Ты так что-то камеры не посмотришь, а подъездят вам камеры, блядь. У тебя, у тебя. Почему вы это не соберёте? Пойдём посмотрим камеры, блядь. На слова не веришь, что на пацана, блядь. Пойдём посмотрим. Хорошо, давайте камеры соберём. Пойдём соберём, в чём проблема. Первым делом мы, разумеется, собрали видео с камер видеонаблюдения, которые находились у домов и в подъездах, ребят. И уже только этой информации было достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Все слова, ребят, были чистейшей правдой. Мало того, что все эти разоблачающие видео были записаны под угрозами неизвестных людей в масках, так ещё как выяснилось, эти с**ки не внушались просто-напросто бить парней, выламывать двери в подъезды и даже квартире. А самый п**ец, что со слов Никиты, все эти люди были до зубов вооружены. И, конечно же, после такого я был просто обязан выяснить, кто эти нелюди, как и зачем они нашли адреса парней. И самое главное, кто был организатором всего этого п**ца. Да, это потребовало от нас много сил и ресурсов. И, признаюсь честно, мы не гнушались обращаться к самым разным людям. От рядовых охранников до высших чинов. И таким образом мы получили просто терабайты материалов с более чем 50 камер видеонаблюдения по всему городу. И только перелопатив всю эту махину, мы смогли выяснить, как и на чём эти бандиты перемещались в течение всего того самого дня. Но самое главное, что в наших руках оказалась запись, на которой отчётливо видно, как перед началом этого ебаного рейда кто-то даёт инструкцию этим абреганам. И это кто-то. Это была мама Егория. Таким образом, имея полную картину произошедшего, мы уже тогда могли разъебать эту старую грымзу, но я решил действовать хитрее. Эта туповая тварь искренне считала, что смогла дискредитировать меня в глазах зрителей, смогла меня поссорить с моими друзьями. И по её мнению, для её окончательной победы оставалось только, чтобы я забрал заявление на её мужа. И я, в свою очередь, решил ей в этом немного подыграть. Елена, здравствуйте, это Александр вас беспокоит, Герасёв. Я, в целом, готов забрать заявление. Давайте на... Около кафе Меркурий. Всё, значит, в 6 часов там договорились. Вы спросите меня, а зачем я вообще устроил весь этот цирк? Всё просто. Зная таких властных, конченных и эгоистичных людей, я был уверен, что мама Егория поделится со мной информацией о Кинге, только если будет полностью уверена, что ей удалось меня переиграть. Унизить и уничтожить. И знаете что? Мой план полностью сработал. Податкастого о прекращении уголовного дела, что, как потерпевшие, даете согласие, что пришли к примирению. Давайте уже подписываться, Александр. Сейчас, фиксирую, что я всё подписал. Вы довольны? Да, Саша, спасибо. Довольны. Ваша задача, пожалуйста, теперь выполнить часть своего договора. Кто вообще договаривался с вашим сыном? Кто задумывает? Кто такой Кинг? Саша, Кинг, это... Я так и думал, я понял. Да, я узнал, кто такой Кинг, но какой ценой? Неужели ради этого я собственноручно отказался от всех обвинений в сторону отца Егория? И теперь этот бредоголовый бандит, сука, выйдет на свободу? Хм. Конечно же нет, ребята. Проверьте на всякий случай документ, потому что у меня паспорт меняли. Всё в порядке. Там же нотариус смотрела, мы всё сделали. Всё в порядке. Вот, всё так. Я не поняла, что это такое? А, подписи мои нету, да? А что это? Она была здесь, а нету, да? Пойш, это абсолютно не нужная бумажка, можешь вырвать. Она не нужна. Подожди, уйди от меня. Всё, вопрос закрыт. Я тебе что обещал? Я тебе ничего не обещал. Ты моих друзей как заставляешь записывать видео? Вообще я человек довольно самокритичный и редко бываю с собой доволен, но тут мой план заработал просто идеально. Эта морщинистая гарпия была настолько уверена в собственном превосходстве, что повелась на элементарный школьный трюк с исчезающими чернилами. И, казалось бы, тут самое время радоваться и праздновать победу, но удовольствие от успеха быстро омрачилось другой мыслью. Теперь я совершенно точно знал имя Кинга, и это имя принадлежало некогда очень близкому мне человеку. Человеку, которого я знал с самого детства, с которым я вместе начинал заниматься Ютубом и строить этот канал. Это имя многие из вас слышали не один раз и даже очень хорошо знают его в лицо. Более того, в комментариях вы не раз высказывали предположение, что именно он является Кингом. Честно вам скажу, подозрения на этого человека были у меня с самого начала. Но я настолько не мог или просто не хотел поверить в его предательство, что всеми силами отгонял от себя эти мысли. И даже когда мне просто вот так в лоб, блядь, указали на его виновность, я все равно испытывал, знаете, такую маленькую наивную надежду, что это все совпадение или очередная провокация. И поэтому первое, что я решаю сделать, это просто ему позвонить. Я надеялся, что мы сейчас, как в старые добрые времена, поговорим по душам, договоримся о встрече. И там-то он мне все объяснит, как случилось все это недоразумение. Алло, привет, как дела у тебя, как поживаешь? Нормально, а что такое? Я хотел утащить у тебя, просто повидаться, если есть возможность, как вообще там жизнь твоя. Мы давно достаточно не виделись. Причем, слушай, я в Москве сейчас, на самом деле, это не очень удобно, поэтому, ну, как мне потом, давай. И вроде бы ничего такого. Верно, он разговаривал вполне дружелюбно и даже честно сказал, что он находится в Москве по работе. Ведь правда или нет? Нет, несмотря на все мои наивные мечты и фантазии, я не до... И всем, кто когда-нибудь захочет меня наебать, хочу сказать, у вас нихуя не получится. Я сам вас наебу, потому что я всегда, сука, на шаг впереди. Дело вот в чем. Перед тем, как звонить Кингу, я решил прибегнуть к помощи одного специального человека. Таких людей обычно называют словом хакер. Но на самом деле, сфера деятельности таких специалистов выходит далеко за рамки взлома кода. И помимо прочего, они с легкостью могут вычислить местоположение любого человека по телефонному звонку. Нужна лишь одна минута. Посмотрите, как происходил звонок Кингу на самом деле. Сейчас находимся в святая святых, в логове нашего близкого друга Алексея. Сейчас я должен в течение хотя бы одной минуты разговаривать с Кингом, чтобы мы смогли определить его местоположение с точностью буквально до 5 метров на карте, на Яндекс.Карта. Все, я просто с ним разговариваю, да? Да, алло. Алло. Да. Привет. Да, здравствуй. Как дела у тебя? Как поживаешь? Нормально, а что такое? Я хотел утащить у тебя, просто повидаться. Если есть возможность, как вообще там жизнь твоя. Мы давно достаточно не виделись. Причем, слушай, я в Москве, на самом деле, не очень удобно. Поэтому, ну, как мы потом, давай. А долго в Москве? Все, ну, пока я не могу сказать честно. Ну, так точно. Ну, хорошо, ты как будешь в Петербурге, набирай и встретимся. Да, ладно, старина, хорошо. Хорошо, ну, хорошо. Есть? Да. Дневский проспект. Движется, да, точка? Точка местоположения Кинга указывала нам точно на Невский проспект. И тут есть два варианта. Либо Москва настолько расширилась, что там построили свой Невский. Либо Кинг просто-напросто сделал. И на самом деле находится в Санкт-Петербурге. А это означает одно. Ему точно есть, что от меня скрывать. А значит, мы на верном пути. И нам больше ничего не оставалось, кроме как просто наведаться к нему в гости. Сейчас наступает момент истины. Мы стоим около двери Кинга. Тут я хочу пояснить, что в этой квартире Кинг проживал еще в то время, когда мы с ним активно общались. И по всей имеющейся и меня информации, он должен был проживать там и сейчас. Но почему-то дверь открывает нам совсем другой человек. Наверное, правильным решением в той ситуации было бы просто оставить этих людей в покое. Но поймите меня, после всего говна, которое произошло со мной за последний год, я превратился в настоящую высокопаранойку. И я везде вижу подставы, заговоры, предательства. И поэтому просто не смог смириться с мыслью, что мы по факту вломились в квартиру к ни в чем не виновным людям. Из-за этого, естественно, у нас с ним произошел небольшой конфликт. Номер человека, кто сдает тебе квартиру. Я не дам тебе никакого номера. Номер человека, кто сдает тебе квартиру. Я не дам тебе никакого номера. В чем проблема? Почему? Потому что. Почему? Это конфиденциальная информация. Потому что ты скрываешь человека, правильно? Я никого не скрываю. Через какое-то время, когда я уже на все 100% убедился, что Кинга здесь нет, и эти люди, скорее всего, не имеют к нему никакого отношения, мне даже стало как-то немного стыдно перед этими людьми. Я даже пытался извиниться, но, понятное дело, мои извинения им в хуй не уперлись. И они просто хотели, чтобы мы покинули их квартиру. И в тот момент это совпадало и с нашими планами. Да, мы проигрались конкретно с адресом проживания, но не с тем, что он находится в Санкт-Петербурге. И нам любым способом надо было найти то место, где он живет. Это, честно скажу, заняло сильно больше времени, чем мы предполагали. Мы опять обратились к хакеру. Мы звонили ему опять несколько раз, чтобы выяснить адреса, где он чаще всего бывает, где он ночует. И такой адрес мы нашли. И более того, этот адрес мне очень хорошо знаком. Я даже был там несколько раз. Потому что это адрес квартиры родителей Кинга. Вот здесь все детство Кинг. Готовы? Сразу борщу. Не надо, нет. Аккуратно, пожалуйста, аккуратно. А кто там? Это Саша. Это мама. Это Саша, тетя Света. Это Саша Герасев. Друг детства. Вот, можете в глазок посмотреть. Можете в глазок посмотреть. Аккуратно. Саня, не вылыбайся. Здравствуйте. 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 Мы пришли. Ну что, камеры? Мы снимаем камеры. Вашего сына хотим снять. Можно, пожалуйста, его позвать сейчас на выход? Ну, лучше я не буду. Нет, давайте. Тетя Света. А что вы улыбаетесь? Тетя Света, ну что вы прикалываетесь надо мной? Пожалуйста, давайте. Он не сказал, не откроет двери, даже когда его нет. Ух ты, ничего себе. А он есть. Мы в курсе, что он дома. Ты что лыбишься, блядь? В квартире находилась мама Кинга. Естественно, я был с ней хорошо знаком. И в целом, мы всегда были с ней в хороших отношениях. Но тогда мне казалось, что она все знает. И сейчас просто пытается прикрыть жопу своего сына. И причем это делают очень странно. Посмотрите, сука, на ее ухмылку. Как она пытается все сделать какую-то дурочку. Какую-то ненормальную. И честно, от такой реакции у меня просто начало срывать башню. И, кстати, сейчас вы услышите имя Кинга. Выходи, Давид. Давид, тетя Света, давайте. А что вы ворваетесь в квартиру? Ты что, циркачка, блядь? Ты что, блядь? Ау, соберись, блядь. Ты что, тетя Света? Прекрати, алло. Тетя Света, убрала руки, блядь. Я бы знаю, что он там. Какой нервный? Она издевается, блядь. Она издевается, дурочка, блядь. Ты попалась, блядь. Если ты своего сына покрываешь, это не значит, что ты, блядь, не соучастница. Ты такая же соучастница, блядь. Ты этого не понимаешь, блядь. Дверь открыл. Дверь, дверь. Ой, блядь, не надо перебарщивать, блядь. Я че, не че, я че так и делал. Давид, выходи. Выходи, блядь, я знаю, что ты... Да, блядь, что ты делаешь? Стой, стой, блядь. Стой. Она на чемоданах, блядь. Она на чемоданах. Она собирается, блядь. Давид, блядь. Че ты, блядь, прячешься, что ли, дурачок, блядь? Я же тебя найду, блядь. Вася, ты где, блядь? Васек. Ты его в коробку спрятал, или че, блядь? Я считаю, что несмотря ни на что, в любой ситуации мы в первую очередь должны оставаться людьми. А поведение Саши для меня было тогда просто бесчеловечным. Никто, сука, я повторяю, никто не имеет права вламываться в чужую квартиру, переворачивать там все вверх дном, и уж тем более оскорблять пожилую женщину. Ты стреми ее! Она сейчас, ты дура, блядь, еб... Саш, ты не понимаешь... Ты что, что ты несешь, блядь, идиотка, блядь? Ты сейчас сидишь, она прячет Давида, она прячет Кингу, он прямо здесь, мы только что, мы знаем, что он здесь находится. Понимаете, он покрывает, подсними ее рожу довольную. Ты, дура, воспитала сына, в таком же... Бери руки, блядь. Ты что, ты дырешься на нам? Да вы что? Пошел вас, убивают, помогите. Ты, дура, убери руки, убери руки, блядь. Вызвать полицию, вызвать полицию. Такого же еблана, как и ты, дура, блядь. Саша открылся для меня совсем с другой стороны. Не знаю, может быть, ребята и привыкли к такому его обычному поведению. Но в тот момент, когда у него открылся рот, и из его рта палился этот словесный понос, мне было стыдно с ним рядом стоять. Идиотина, ты, дура, все, пойдем, 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 пойдем. Ты на... Пойдем, 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 пойдем. Ты не понимаешь, блядь. Вызовите полицию, вызовите полицию. Пойдем, пойдем. Ты не понимаешь, он приедет. Здесь нет, блядь, что ты хочешь? Он сейчас приедет. Они собирают печь, он сейчас приедет, они соберутся и уедут. Запомни, что ты дура, и все жизнь... Пусти, блядь, ты что делал? Блядь, уводите его, уводите его, нафиг. Да пусти меня. Да хватит. Я и... Пробеду эту хуйню снимать, блядь. Закрой дверь, дура, блядь. Ты только мешает тебя. Сука, я миллион раз повторял. Повторял всем, кто меня знает, сука, когда я в бешенстве. Не лезь мне под горячую руку, потому что в такие моменты у меня перед глазами просто красная пелена, за которой я вообще не различаю, кто передо мной находится. Взрослая женщина или мои друзья. Я не собираюсь в этом участвовать. Возможно, она вообще непричастна, она непричастна, возможно. Она вообще может быть, но зрители же даже видят. Она просто ржетная. Может она ненормальная? Проблемы. А что вообще, блядь, нафиг? Наша задача сейчас просто дождаться, когда приедут эти типы, и все. Я не хочу знать. Наша задача сейчас просто дождаться, когда приедет он, забирать свою мамашку за своими чемоданами, и все. И на месте ее поймать здесь. Ну что, ребята, Саша, как всегда, был в своем репертуаре. Именно в тот момент, когда нам просто необходимо было держаться вместе, он решает включить полнейшего неадеквата и разосраться ну просто в хлам. Нет, я, конечно, прекрасно понимаю, что он был на стрессе, но и мы нервничали не меньше его. И поверьте, желание найти и наказать Кинга у нас было точно такое же, как у Саши. Но, блядь, это все не повод терять голову и творить, ну, полную дичь. Ты меня, ты меня и Костик, и со мной остаешься? Я вообще не понимаю, что случилось. Ты меня и Костика оставляешь, блядь. Вот мы вдвоем с Костиком остаемся, все. Мы разделяемся сейчас, да? Когда ты говорил, нельзя разделяться, иди нахуй. Все, все, Костик, остаемся, пойдем. Они говорят, что я, мол, блядь, с ней разговариваю не так. Как я с ней разговаривать должен? Как я с ней должен разговаривать? Как? Я был просто в бешенстве. Мало, сука, мне предателей среди друзей детства, так еще и в самый ответственный момент, самые близкие люди просто берут и ссорятся со мной за какой-то старый корги, который вообще-то может быть соучастником самого большого предательства в моей жизни. Ждать Кинга остались только мы вдвоем. И какая, ой, какая, блядь, неожиданность. Я снова оказался прав. Не прошло и часа, как сынулечка прибежал к своей мамочке помогать собирать чемоданы. Так, подъехала машина, очень похожая на машину Кинга. Давида, пошли поближе, посмотрим. Так, мы его на виде машины подъехали, к двору. Точно? Блядь, он тебя сейчас увидит. Перепаркуй машину, перегороди ему выезд с той стороны. Давай, все. Давным-давно, когда Ютуба еще не было и в помине, а многие из моих зрителей еще даже не родились, в одном из многочисленных купчинских дворов уже вовсю слонялось два малолетних оболтуса. Как и все подростки, они часто болтались во всяких дворах без дела. И поэтому иногда попадали в разные неприятные ситуации. Но так как они были лучшими друзьями, они никогда не бросали друг друга в беде и всегда выходили сухими из воды. А знаете, как звали этих ребят? Их звали Саша и Давид. Шло время. Мы с Давидом становились взрослее. У каждого появлялись какие-то свои интересы. Но при этом наша дружба становилась только крепче. Мы с ним вместе учились в одном классе. Потом в универе. Мы ходили на одни и те же вечеринки. И я называл его лучшим другом. Без капли сомнений. Только представьте. Мы дружили 20 лет. 20 лет это огромный срок. За которым мы узнали друг о друге абсолютно все. По крайней мере, я думал так раньше. Но самая интересная часть нашей биографии началась, когда я решил снимать видео на YouTube. И естественно, в эту тему с удовольствием вписался и Давид. Сначала, знаете, это все было чисто по фану. Ни о каких деньгах и речи не шло. Мы просто занимались любимым делом. Тратили на это все свое свободное время и кайфовали. Но в какой-то момент мой канал начинает активно расти. Команда пополняется новыми людьми. Появляется монетизация. А также приходят первые рекламодатели. Скажу честно, что тогда это были колоссальные деньги для нас. И первое, что я начал делать, это платить зарплату людям, которые помогали мне создавать все мои видеоролики. И также зарплату начал получать и Давид. В тот момент он официально стал первым продюсером моего канала. И поначалу он очень хорошо справлялся со своими обязанностями. Но со временем его аппетиты к зарплате начали становиться все больше и больше. А вот желания работы все меньше и меньше. И в какой-то момент я вообще осознал, что Давид получает зарплату больше, чем Паша, Рома. Операторы и монтажеры все вместе взяты. А вот на съемки он практически не приезжает. А потом и вовсе. Давид заявил, что хочет стать партнером моего канала. И получать до половины всей прибыли. Но, как вы понимаете, это было просто невозможно. Потому что в таком случае мне бы элементарно не хватило денег заплатить зарплаты всем остальным. Я честно пытался объяснить это все Давиду. Но, к моему удивлению, он обвинил меня в жадности и погинул нашу команду. И как иронично, что мы остались ждать Давида вдвоем с Костей. Потому что тогда к нам в команду новеньким как раз таки пришел именно Костя. И он в итоге заменил Давида на посту продюсера. И как вы думаете, какое видео с участием Кости было самым первым? Правильно. Это видео про капсулу времени. И дальше я могу только предполагать. Но, по всей видимости, Давид решил, что это возможность срубить напоследок хорошенькую сумму денег. И действовать он решил не своими руками, а при помощи пешек. Егорио, его папаша, его мама, Расул. Все эти люди все это время служили лишь просто прикрытием. Но сейчас-то я точно знаю, кто все это время стоял за этими людьми. И я намеренно вам рассказал, что это за человек и что меня с ним связывало. Намеренно рассказал, чтобы вы ощутили весь спектр эмоций, которые я испытал, когда вновь встретился с этим человеком лицом к лицу. Навидка! Навидка, ты же в Москве! Сука, стой! Стой! Сука! Сука, ну-ка, открой дверь мне, гандон! Ты че, стой? Ты попался, голубь, все, бля, приехал! Костик подъехал, все, брат! Выходи, сука! Этот осел настолько туп, что считает, что дверь этого BMW меня удержит. Ну, сука, я клянусь всем на свете. Никакие двери, стены и замки его не спасут. Я ни перед чем не остановлюсь. И я уже был, блядь, реально готов башкой вынести стекло машины. Но, к счастью, мне не пришлось этого делать. Потому что, ой его, величество, кинг, пусть и через стекло, но все-таки удостоил меня своим вниманием. Попался еще, еб... прямо! Ты думаешь, что ты с дружком приехал, а я тебе... Маленький! Глок, блядь! Он чувствовал себя абсолютным хозяином положения. И, впрочем, совсем скоро стало понятно, почему он себя так ведет. Работаем, блядь! Что, блядь, яб... Я тебе же... Сука, блядь! Сука! Сука, блядь! Сука, блядь! Ааа! Блядь! Костя! Блядь! Костя! Сука, блядь! Сука, блядь! Я сначала этого крестого, блядь, сейчас разговариваю. Потом, блядь, лысого нас... Костя! Потом Ромтика, блядь! Потом до тебя наберусь. Сука, брат, блядь! Когда эти бычары повалили меня на асфальт, не скрою, что я нехило испугался. Но, на удивление, они ограничились лишь тем, что просто меня удерживали, но не били. И по правилам Ютуба я должен вас предупредить, что все, что вы увидите и услышите дальше, и все, что вы увидели и уже услышали, это все на самом деле компьютерная графика и монтаж. Все персонажи вымышлены и ничего с реальной жизнью не имеют. Договорились? Окей. Тогда сейчас вы поймете, почему Давид и его прихвостни меня не трогали. Ты один не можешь, лох! Не суйся! Что, блядь? Ты кто? Ты как бы лоха докасался! Долбоеб, блядь! Блядь, Костя, блядь, ты нахуй! По неизвестным мне причинам, Давид решил воздействовать на меня через мою команду. И первой жертвой его коварного плана стал именно заменивший его в свое время на посту продюсера Костя. Скорее всего, Давид понимал, что меня ему не запугать. И поэтому он решил запугать мою команду. Костя! Костя, блядь, на сути! Ай, бать! Давай, давай! Блядь! И мы незамедлительно отправились в ближайшее отделение скорой. С каждой минуты на лице Кости образовывались новые кровоподтеки и гематомы. Помимо повреждений на лице, у Кости были также проблемы с рукой и коленом. Но все это было ерундой в сравнении с тем, как Костя выглядел тогда, когда я приехал навестить его в больницу. Но уже на следующее утро. Костя, привет! Привет! Можно? Привет! Что-то тебе, по-моему, ни хуёво разбили, да, Боже? Ну так. Ехуя себе покажи! Нихуя себе покажи! То есть у тебя прям, блядь, кожу содрали нахуй, да? Ну, а поспали, да. Несмотря на то, что Костя пытался держаться молодцом, было видно, что вчера он получил много не только физических, но и моральных травм. У нас с ним состоялся очень откровенный и личный разговор, детали которого я не могу вам показать. Но скажу только одно, что даже после полного выздоровления далеко не факт, что Костя вернется к работе на моем канале. В чем я его полностью понимаю, конечно, ну, не могу осуждать. Но, тем не менее, зрители, вы должны понимать, что в таком случае Давид как будто бы и добился своего. И я бы, конечно, очень не хотел, чтобы Костя уходил из нашей команды. И я очень бы попросил вас поддержать его в комментариях, напишите ему какие-нибудь хорошие слова. Он точно прочитает все комментарии, я уверен, выздоровеет. И очень надеюсь, будет продолжать с нами работать. Я вот больше всего за коленкой переживаю, типа лицо отоладочное. Ногами от... Ну, тебе вот ухо ногой сдерли? Ну, это, я не знаю, там, или об асфальт как. Что, лечение оплачивали? 150 тысяч передний крест. Сколько? И год восстановления. 150 тысяч? Да. Ты что, не шутишь? Нет. Мне же дело нужно. Поверь мне, просто я, Давид, я не буду внушаться, к любому обращусь. Вот любой, блядь, вот любой пугай. Вот найду кого-то, поверь мне. И вы здесь потом все будете лежать. Вот я гарантирую. Это не угроза, ничего. Просто факт. Знаете, когда ты сталкиваешься с безусловным злом, то в борьбе с ним все средства хороши. По сути, у тебя просто не остается выбора, кроме как стать чем-то еще более страшным и кровожадным, чем твой враг. Надо быть лишь готовым сделать этот шаг в бездну. Потому что, когда ты принимаешь такие правила игры, то обратной дороги уже нет. А сейчас для меня осталось лишь одно правило. Никаких правил больше нет. И я готов к этому. Хочу даже сказать тебе спасибо, Давид. Это все благодаря тебе. Ты создал монстра пощады, от которого теперь не жди. Я сделаю так, чтобы ты и твоя ебанутая мамаша прокляли тот день, когда появились на свет. И для этого я пойду на все. Буквально на все. И если даже понадобится, заключи сделку с дьяволом, и я это сделаю. Привет, Расул. Здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова